Весь «Газпром» — это только лишь дивиденды. Как бы это хорошо... Министерство дивидендов не платит. Люди в шоке, люди недовольны. Поставки в Европу заметно сократились. И взять и просто так перенаправить все по селе Сибири в Китай ни в коем случае не получится. Теперь это будущее, оно как-то поблекло и тоже не выглядит таким светлым. Очень осторожные высказывания, что, кстати, и коллегам рекомендую, особенно в случае, когда наша речь явно записывается. Откуда финансирование возьмется? Германия, Польша, Болгария, Финляндия, Нидерланды, Дания. Друзья, всем привет! С вами InvestFuture. Я Кира Юхтенко. Я в карельских лесах. У меня тут довольно слабый интернет. Но, конечно же, и я тоже слышала новости о «Газпроме», который отменил дивиденды. Это тема, которая многих российских инвесторов ударила просто буквально обухом по голове и заставила, кажется, окончательно разочароваться в инвестициях. Ну, собственно, а что делать тем людям, у кого «Газпром» в портфеле есть и существенно просел? Стоит ли оставлять бумаги? Стоит ли усредняться? Или стоит бежать из них и забыть, как страшный сон? Стоит ли покупать «Газпром», который продолжает до сих пор сползать вниз? Эта тема важная для многих, я знаю, поэтому мы решили подключить экспертов и ее обсудить. Мы провели дискуссию, в которой приняли участие замечательные спикеры. Это многим известный Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректора открытия инвестиции. Это Федор Иванов, главный редактор «Инвестфьюча». Это Ваня Шибанов, наш операционный директор. И Николай Додонов, CFA, специалист по облигациям и руководитель аналитического направления «Инвестфьюча». Вот в такой прекрасной компании мои коллеги говорили о «Газпроме». Получилась очень такая насыщенная и, главное, что экспертная беседа, в которой обсудили, почему вообще «Газпром» дивиденды отменил, что ждет компанию в ближайшем будущем, какие есть альтернативы газовому гиганту у российских инвесторов и есть ли они вообще. Сможет ли «Газпром» перестроить свою бизнес-модель и провести тот самый разворот на восток, на который возлагаются такие большие надежды? Сколько времени это займет и как все это повлияет на прибыль компании? Есть ли риски того, что «Газпром» на российском рынке превратится в новый ВТБ? Вот это все ребята обсудили, и у вас есть возможность послушать их точки зрения. Я уверена, что будет вам интересно, так что желаю приятного просмотра. Коллеги, добрый день. Меня зовут Иван Шибанов. Я операционный директор «Инвестфьючер». Рад вас приветствовать на эфире «Инвестфьючер», где мы будем обсуждать перспективы нашего любимого «Газпрома». Сегодня на эфире присутствуют три гостя. Первый – Сергей Хистанов. Сергей, добрый день. Мы рады, что вы к нам присоединились. Феодор Иванов – главный редактор компании «Инвестфьючер». Федя. Всем привет. Николай Додонов – руководитель департамента аналитики «Инвестфьючер». Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, дорогие подписчики. Замечательно. Сегодня темой нашего эфира является ситуация вокруг «Газпрома». Мы обсудим не только дивидендную политику компании, которая, возможно, еще осталась и в живых, но также и финансовое состояние компании в целом. Также поговорим про рынок энергоносителей Европы и Китая и постараемся оценить перспективы российских энергетических компаний за рубежом. А начну я с вопроса, если позволите, к Феодору. Федь, ты у нас главный редактор, и мы видим, что «Газпром» в последнюю неделю стал большой темой для обсуждения. При этом большинство частных инвесторов после решения о дивидендах считают себя категорически обманутыми. Мнение при этом взрывоопасное. И как ты считаешь, имеет ли право «Газпром» на самоопределение? Если «Газпром» имеет право на соопределение, то почему реакция инвесторов была такой эмоциональной? За три дня акции падают почти на 40%. Такое ощущение, что «Газпром», весь «Газпром» – это только лишь дивиденды. Мне очень понравилась реакция Сергея на твой вопрос. Иронично улыбнулся. На самом деле, у меня тут мнение чуть-чуть расходится с нашей аудиторией, потому что действительно люди считают себя обманутыми. Даже когда речь сейчас идет про НРД, про заблокированные акции, они пишут «Да какое НРД?» Вы посмотрите, что у вас под носом делается. Дескать, надо права инвесторов защищать. Мне кажется, тут все упирается в то, что люди даже не различали, когда что-то рекомендует совет директоров, и когда что-то принимается голосованием акционеров. То есть, да, как правило, действительно так и случалось. То, что совет директоров предложил, голосование акционеров одобрило. Но это же не обязательно. Я, как бы это ни было странно в контексте «Газпрома», я сторонник того, что компания может использовать любые законодательные правила, которые существуют. Но тут упираемся в другое, как это случилось с НДПИ, когда эти законодательные правила придумываются на ходу, чтобы как-то с этим всем распорядиться. Но действительно, резонанс огромный. То есть, люди в шоке, люди недовольны. Я знаю, что у многих были значительные суммы, вложенные в эту компанию, именно с расчетом на дивиденды. И, естественно, есть такой вот общественный резонанс по этому вопросу. А чтобы был нам понятен баланс интересов, скажи, пожалуйста, ты инвестировал в «Газпром»? Нет, я никогда не инвестировал. Ты как-то прошел мимо национального состояния. Да, это было абсолютно осознанное решение. Спасибо тебе, Федь, большое. Мне ситуация действительно резонансная. Николай, есть вопрос к тебе. Вот смотри, акции падают, падают довольно сильно, а мы продолжаем анализировать финансовую отчетность, показатели, считаем мультипликаторы, ищем интересные компании в отраслях, ищем некоторые инвестидеи. И как ты считаешь, насколько велика роль анализа теперь? Стоит ли анализировать так, как анализировали раньше? Если нашим слушателям стоит анализировать компании как-то иначе, может быть, ты поделишься как? И, может быть, сделаешь акцент именно на энергетические компании, на что обращать внимание? Мы финансовые аналитики, поэтому... Но в последние, наверное, полгода мы себе напоминаем людей, которые до этого все время играли в шахматы, а теперь им предлагается комментировать либо матчи по боксу, либо по танковому биатлону, в которых мы, в общем-то, не сильно разбираемся, там, танков. То есть я вообще артиллерист. И поэтому вот эти вещи, которые нам сейчас предлагаются, то есть стандартные обычные методики в этих условиях, ну, следуя такой старинной поговорке о том, что в эпоху, как это... В военное время значение синуса может достигать трех, вот стандартные методики анализа эмитентов, которые мы используем, когда мы смотрим финансовые показатели, моделируем, разносим на компании роста, стоимостные компании, они перестают работать, потому что фактически сейчас включились уже факторы такого политического характера, и фактически... А в этом мы анализировать точно не беремся, но, вернее, кроме... Этим занимается гораздо больше людей, гораздо более опытных и компетентных, наверное, в этом. Поэтому то, что сегодня те, наверное, те стратегии, которые с «Газпромом» возможны, и не только с «Газпромом», а с многими российскими компаниями, прежде всего крупными компаниями, это либо их... Это либо краткосрочная спекуляция, отросла, продай, либо покупка на очень долгий период, ну, не знаю, там, завещать детям и внукам, может быть, там, через какое-то количество лет что-то изменится. Николай, спасибо тебе большое. Ты правильно говоришь. Некоторые факторы включились, и все никак не могут выключиться. Сергей, у нас есть большой вопрос к вам. Мы знаем вас как специалиста по макроэкономике, геополитике и хорошего человека, который разбирается в эмитентах и многих компаниях. Сергей, вот у нас к вам есть вопрос. Смотрите, есть энергетический рынок Европы, и он до этого, до текущего момента, до февраля, скажем так, был некоторым образом сбалансирован. То есть спрос и предложения рождались некоторыми покупателями и продавцами. Как вы считаете, сколько времени нужно для того, чтобы заместить объем «Газпрома», если его все же планируют замещать? И если его планируют замещать и замещают, то в каких объемах уже заместили, и какие перспективы у Европы для того, чтобы справиться с потерей такого большого поставщика? Это очень большой вопрос. Дело в том, что в последние десятилетия таких масштабных изменений на рынке не было. То, насколько за последние месяцы сократились продажи «Газпрома» в Европе, это рост, на который потребовалось более 10 лет. За 10 лет «Газпром» нарастил свое присутствие в Европе чуть больше, чем на 10%. Понятно, насколько это главный постепенный процесс. Потому что собственная добыча в Европе естественным образом снижается, месторождение в значительной степени выводится из эксплуатации, выработанной. И, соответственно, это освободившееся место на рынке активно занималось «Газпромом», но вот таким темпом. За 10 лет чуть более 10%. В то же время, за короткое время, в общем-то, продажи в Европу упали на 13%. Это довольно много. Если учесть, что перед этим изменения были со скоростью около 1% в год, то за несколько месяцев на 13% – это большое падение. Но что важно, тут еще очень интересен с точки зрения анализа, но довольно травматично с точки зрения последствий, это то, что сейчас те более долгосрочные тенденции, которые идут в Евросоюзе, на самом деле в какой-то степени в США, хотя медиа не аркнули, что с середины 2000-х годов доля возобновляемых источников плавно и постепенно в Евросоюзе растет, доля ископаемого топлива, на графике все виды ископаемого топлива вместе, потому что понятно, что тенденции на угольном рынке и на газом существенно отличаются, тем не менее, общая доля всех ископаемых топливов потихоньку снижается. Но процесса эти очень медленно. То есть невозможно, энергетика – это довольно капиталоемкая область с большим временем осуществления любого проекта, поэтому там вот что-то по мгновению волшебной палочки быстро поменять нельзя. Но, тем не менее, стратегически видно, что возобновляемый потихоньку росток, да, им еще долго нужно расти, для того, чтобы существенно протеснить ископаемое топливо, но тенденция вина. И вряд ли, с учетом политического веса соединенных партий, а во многих разных странах, как большая политическая сила, вряд ли эта тенденция изменится в обозримом помощи. В силу ряда причин, ну, как человек, хорошо заставший Советский Союз и времена, когда руководил страну Юрий Владимирович Андропов, и очень осторожные высказывания, что, кстати, и коллегам рекомендую, особенно в случае, когда наша речь явно записывается. Ну, в силу ряда причин, в силу ряда причин, вот, если мы посмотрим на следующий слайд, то видно, что поставки в Европу заметно сократились. По некоторым тубопроводам остановлены полностью, по некоторым сильно сокращены. Опять-таки, там есть целый набор причин, но, тем не менее, это происходит. Соответственно, Европа вынуждена, вынуждена реагировать на это, в числе прочего, в сильном ростом церкви. Потому что долгие годы европейский газовый рынок сильно отличался от азиатского. Вот если азиатский изначально ориентировался на спотовые поставки, на поставки жиженного природного газа, там очень развита сеть терминалов по приему жиженного природного газа, и азиатские потребители изначально ориентировались на более высокие цены. Все проекты, которые потребляют газ, они просчитывались на более высокие цены. А Европа, благодаря тому, что с 70-х годов XX века были построены целая сеть еще Советским Союзом магистральных газопроводов. Кстати, любопытно, что когда их строили, недаром говорят, история благодаряется, когда их строили, наблюдалось очень жесткое противостояние между властями США и прежде всего Германии, поскольку американцы тоже накладывали санкции на строительство магистральных газопроводов. В общем, борьба была нешуточна. Есть в фотоархиве замечательный снимок, когда на огромной трубе 1420 миллиметров мило советские рабочие гордо написали «Вашим санкциям труба господин Рейган». Рейган тогда был президентом США, потому что СССР получил трубы, получил технологии, получил кредиты в немецких банках и за счет этих кредитов трубы технологий построил магистральные газопроводы в Европу. И это вошло в историю под названием «Контракт века» или «Сделка газ трубы». Соответственно, по некоторым трубопроводам контракты были 30-летние. Оцените, кстати, это постоянство. Сейчас более стандартное такое время – это 10 лет, а тогда 30-летний контракт. Поэтому контракт СССР поставлял десятилетиями, практически 50 лет. Соответственно, поставки трубопроводные были гораздо дешевле новых альтернативных, что, в общем-то, позволяло десятилетиями экономики Европы, прежде всего Германии, немецкая промышленность получила доступное, стабильное, дешевое энергетическое сырье. И, естественно, сейчас им приходится очень болезненно перестраиваться. Сейчас вот в моменте даже уровень цен европейского рынка даже чуть принесел азиатский, хотя десятилетиями было наоборот. Особенно неприятно для европейской промышленности, что они десятилетиями жили в других условиях. И вдруг им приходится за короткий срок сильно пересматривать стратегию, в плане того, что, возможно, даже часть производства просто будет закрыта. При нынешних ценах на газ часто производство, явно их продукцию дешевле купить в других регионах, чем производить собственные силы. Но все это приходится переосмысливать прямо здесь и сейчас. И на это накладывается еще физический дефицит некоторых газов. Поэтому нынешняя зима 22-23 годов для европейского газового рынка будет очень интересно анализировать. Но европейцам помимо интересного еще и довольно трудно все это переживать. Но мы желаем пережить эту зиму европейцам хорошо. Вопрос знаете в чем? Вопрос в том, что если представить, что Газпром таки уходит с европейского рынка, точнее, Европа заинтересована в том, чтобы Газпром вытеснить с рынка Газпром, не видеть для себя дальнейших альтернатив на горизонте 15-20 лет, то как скоро наверное Европа сможет вытеснить объемы поставок Газпрома, ведь они довольно высокие. Насколько я понимаю это около 150 миллиардов кубов. Вытеснить его не так просто. Сколько понадобится времени Европы? То есть сколько времени есть у Газпрома на то, чтобы перестроить свою бизнес-модель? Как вы считаете? Прежде всего нужно отметить, что подобных вещей не происходило в ближайшие 10 лет. Поэтому найти какой-то аналог невозможно. Наверное, ближайший функциональный аналог, правда с другим видом топлива, это нефтяной шок 73-го года. Он хорошо изучен, когда после арабо-израильской войны в качестве для того, чтобы наказать страны, которые по мнению арабских стран помогали Израилю, было введено эмбарго на поставку нефти. Это вызвало очень тяжелые последствия. Паталоном выдавался бензин, огромные очереди на заправках, часть людей просто прекратили ездить на автомобиле, потому что, помимо того, что цены сильно выросли, просто физических объемов бензина не было. Заправлялись машины коммунальных служб, частные люди, многие просто не могли купить топливо. Такие проблемы длились около года. И потом, соответственно, сначала кондиционными мерами, а потом произошел гигантский скачок в автомобильных двигателях. На смену старому доброму карбюратору пришли инжекторные системы, экономичность автомобильных двигателей сильно выросла в принципе более чем два раза. И в результате, вслед за этим всплеском цены дефицитом, в общем-то, последовали долгие годы наоборот низких цен дефицитов. Причем это тоже имело большие последствия для стран спортеров. До сих пор спорят, но, наверное, нельзя отрицать, что значительную роль в крахе СССР сыграло долгосрочное падение стоимости денег. Долгие годы нефть стоила около 10 долларов за баррель, а СССР уже привык к ценам гораздо более высоким, поэтому краткосрочно энергетический рынок очень неэластичный, то есть за короткий срок невозможно чем-то быстро и эффективно заменить то энергетическое сырье, под что адаптировалась экономика. Но долгосрочно, правда, срок заметно больше годы вполне эластичный, просто вполне эластичный. То есть если газ будет дорогим длительное время, то часть производств закроется, часть будет использовать вместо газа какие-то другие энергоносители, возможно, даже просто будут разработаны какие-то новые технологии, которые нам пока еще неизвестны, но вот нефтяной шок 73-го года показал, что в общем-то экономика приспособилась, и небо не упало на землю. Довольно пессимистичный прогноз для российского производителя энергоносителей, но что делать, надо смотреть в глаза реальности. Уже в настоящий момент на пике добыча у Газпрома упала почти на 30%, это довольно много, и когда все возмущались дивидендной политикой, ну а давайте посмотрим с другой стороны, слегка критиковали, понятно, что все ждали дивидендов, понятно, что до этого дивидендная политика Газпрома была предсказуемая, ожидая не чаще всего оправдывала ожидания своих акционеров, но с другой стороны, все понимают, что на близком достаточно горизонте сейчас трудно сказать, это займет год, два, может быть больше, внутри Евросоюза тоже нет действительно во мне есть страны, которые сильнее зависят, есть которые слабее, вот многие бывшие соцстраны, особенно те, которые не имеют выхода к морю, у них более сложная ситуация, поэтому возможно, там будут приняты какие-то решения, которые позволят части стран сохранить, я надеюсь, что с большой вероятностью какие-то послабления хотя бы для отдельных стран будут, но с другой стороны общий курс совершенно понятен и в этих условиях понятно, что компании потребуются деньги, компанию ждет сложная и пока малопонятный процесс переориентации на другие рынки, это технически совсем непросто, поэтому в этих условиях не выплачивают дивиденды, к сожалению, понятно. К сожалению, понятно, да, с вами сложно спорить, я знаю, что Федя, команда Феди, команда журналистов, в том числе, смотрели на такой проект, как Сила Сибири, и Федь, поделись своим мнением, можно ли переориентировать объемы поставок, которые направлялись в Европу, в Азию через Силу Сибири, насколько это вообще сопоставимые объемы поставок, то есть, если мы говорим, что Газпром уходит из Европы, то как быстро он сможет прийти в Азию? Сначала всем известных событий прошло сейчас больше трех месяцев, всего больше трех месяцев от Европы из европейских стран уже ряд отказался от российского газа, то есть, это Германия, Польша, Болгария, Финляндия, Нидерланды, Дания, и суммарно на эти страны приходилось больше 20 миллиардов кубических метров, то есть, пропускная способность Сила Сибири 38 миллиардов, прошло всего три месяца, а Сила Сибири, условно, если бы даже Китай захотел купить весь российский газ, уже больше, чем наполовину была бы им заполнена, то есть, это несравнимые объемы, и взять, и просто так перенаправить все по Силе Сибири в Китай, ни в коем случае не получится, но я думаю, даже Газпром на это и не рассчитывает, и, наверное, там есть какие-то другие стратегические решения, надеюсь, во всяком случае. Ну, да, то есть, довольно сложно переориентироваться, Сергей, может быть, добавите еще про месторождение, не совсем понятно, что можно направить в Азию? на самом деле, если говорить о силе Сибири и вообще вот развороте на восток для газового рынка, то там сложностей очень много. Во-первых, надо немножко напомнить предысторию, что переговорный процесс перед тем, как было принято решение строительства, проводов, длился ровно 10 лет. Китайцы поспешили не торопясь, и, кроме того, для Китая характерна, ну, такая вот феноменальная осторожность в принятии решения. Прежде чем согласиться построить трубопровод в Сибири, китайцы построили четыре нитки трубопровода в Туркмении, Китай, с возможностью подключения Узбекистана и Казахстана. Так, по мелочи. Трубопровод из Мьян, не очень большой мощности, но, тем не менее, трубопровод построили. И 13 пунктов приема сжиженного природного магазина. Имея такой расклад, мягко говоря, хорошая инверсификация, географическая, по видам поставок. Вот, имея такой расклад, на 10-м году переговорного процесса будет, соответственно, заключен. Почему бы не построить силу Сибири? Да, мало того, китайцы не берут на себя никаких обязательств по объемам покупки. И, кстати, любопытно, что первый год почти трубопровод функционировал на режиме намного меньше своей номинальной мощности. Опять-таки, там, контракт на силу Сибири не публичен. Мы с вами не можем его посмотреть. Соответственно, можно только предполагать цену, там есть разные оценки. Но, в любом случае, зная переговорную позицию китайцев, вряд ли они согласятся платить заметно больше, чем туркменский газ. чем туркменский газ, поэтому, скорее всего, цена в этом контракте довольно низкая, но она не публична, можно только догадываться. Поэтому уровень рентабельности поставок в силу Сибири, скорее всего, довольно скроу. Некоторые эксперты вообще говорят, что с учетом возврата инвестиций это рентабельный результат. Я не берусь на эту тему спорить, но одно вне сомнения то, что, в любом случае, прибыльность этих поставок невелика. С учетом мощности месторождения каких-то больших перспектив не просматривается, по крайней мере, на коротком временном горизонте. Поэтому как бы это хорошо, но это совершенно на порядок, я думаю, даже больше, чем на порядок, менее значимый проект, чем экспорт Европы. Поэтому очевидно можно увеличить поставки по силе Сибири, но не стоит надеяться, что это сильно изменит финансовый результат. Если позволите, я добавлю себестоимость строительства силы Сибири, насколько я представляю, может быть, Сергей, поправите, составляла, оценила где-то от 6 до 8 триллионов рублей, и строили ее 10 лет. Выход ее на проектную мощность, насколько я помню, отнесен на 2024 год, то есть она еще даже не на проектную мощность. Таким образом, если даже вот прямо в самое ближайшее время, ближайшее время для себя, может заняться переговоры с китайцем неопределенный срок, строительство таких газопроводов начнется с проектной мощностью, например, до 30-40 миллиардов кубометров в год, то это займет срок до начала 4-го десятилетия 21-го века, то есть это начало 30-х годов в лучшем случае, то есть только тогда они могут выйти на проектную мощность, а реально с учетом переговорных процессов и того, что рассказал Сергей, насколько я понимаю, это лет 15 точно. Таким образом, наверное, сейчас как-то серьезно говорить о том, что Газпром может быстро переключиться на восток, например, наверное, вряд ли приходится. Кроме того, 6-8 триллионов рублей, если принимать корректность этих оценок, то есть умножать на 2 и взять с учетом инфляции, это цифра 15-20 триллионов. Насколько я помню, весь фонд, стабилизационный фонд Российской Федерации составлял порядка 13 миллиардов, 13 триллионов рублей где-то весной, сейчас, видимо, уже меньше. Таким образом, нет ни временного запаса, как мне кажется, какого-то реального, ни таких денег для того, чтобы в условиях, тем более в условиях нынешних ограничений, профинансировать такой проект. То есть, он выглядит просто каким-то чудовищным с точки зрения экономики. Но, вы знаете, Сергей, я вот хотел не знаю, как-то обсудить вот насколько, вот как это построено, эта кухня. Насколько я понимаю, вот несколько, полтора месяца назад, когда совет директоров Газпрома проголосовал, ну, предварительно одобрил размер дивидендов, это вызвало такую радостную реакцию на рынке. А ведь, в принципе, ведь все они голосуют по директиве от правительства. Это же не частное мнение. Насколько я понимаю механику приятия решений в такого рода госкорпорации, ну, фактически госкорпорации, да, не по юридическому, а по фактическому статусу, прошло месяц, полтора, и вдруг решение поменялось. То есть, вот как вы думаете, это позиция лиц, ну, как бы, фактически позиция руководства поменялась таким образом? Или что, вот что могло произойти за этот месяц? Как-то по-другому посмотрели на то, что происходит? Вот можете как-то свою точку зрения на это? Во-первых, скорее всего, такой сильный разворот действительно имеет под собой какие-то весомые причины. То есть, скорее всего, изменились какие-то стратегические оценки, раньше они были одни, и действовали, в общем-то, в русле предыдущих тенденций. Вообще, в жизни чаще всего происходит примерно то, что уже было. Чаще всего изменения случают немножко тавтология, но тем не менее. Чаще всего изменения происходят намного реже, чем их ждут. То есть, психологически люди ждут изменения, а реально в жизни они происходят не так уж и часто. Но вот как раз решение по дивидендам это тот нечастый случай, когда действительно поменялась стратегическая оценка, и государство решило, что ему нецелесообразно делиться прибылью с миноритарией. Государство решило, как основной акционер, через налоговый механизм, в общем-то, фактически забрать дивиденды семьи. Причины такого решения, в общем-то, понятны. если посмотреть на цены, очень показателен февральский фьючерс, обычно в Европе минимум газа в хранилище как раз в феврале наблюдается, то есть самое пиковое, и, соответственно, февральский фьючерс довольно чувствительным риском, то цены просто рекорд. Забавно, но с точки зрения энергетического эквивалентна, даже если использовать дизельное топливо вместо газа, то для некоторых целей это может быть экономически более оправданно, чем газ. Понятно, что никто предприятия так делать не будет, хотя какие-то, не знаю, там овладения может быть, конвертивы своей топительной системы, это не очень дорого. Но понятно, что вот такая сверхвысокая цена, она не может продолжаться долго. То есть при такой цене, чисто с точки зрения энергетики, энергетика – это наука близкая к физике, довольно объективная, что просто газ как энергоноситель будет заменен чем-то другим. Причем при такой цене он почти всем чем угодно. То есть почти любой другой энергоноситель выиграет у газа при такой цене газа. Дальше вопрос только в том, как скоро инвестор принять решение, инвестиционный цикл финансирования реализации и так далее. И, соответственно, тот, кто принимал это решение, это прекрасно знает и, видимо, решил, что эти деньги нужны, которые весьма вероятно, что в случае необходимости господа будет потом от государства получать какую-то помощь, потому что не исключено, что переходный процесс, когда мы уйдем с европейского рынка и придем на какой-то новый рынок, который выяснилось найти технически не так уж и просто. В этот период доходами будет сложности, и тратить сейчас сверхдоход, который получен высокий на газ, решили нецелесообразно. С государственной точки зрения, опять-таки, если смотреть именно с государственной точки зрения, это как бы рационально. Решение выглядит, почему-то, рационально, хотя и крайне неприятным для частных лиц. Да и для институциональных и для частных особенно. Техническое дополнение сделать, просто по иронии судьбы, у меня дед по материнской линии строитель магистральных газопроводов, а я все каникулы проводил, и вот интересное замечание, просто многие не принимают его внимание, когда анализируют. В строительстве газопроводов очень затратно и технически сложно такая операция, как профилировка трассы. Там есть очень жесткие ограничения на радиус изгибов, на крутизму склонов, и довольно много средств раскладывается на то, что землеройная техника с профилем, куда укладываем трубопровод, выравнивает. И параллельно строится техническая дорога гравийная, которая рассчитана на движение тяжелой дик. Когда это уже сделано, добавить следующую нитку, то есть параллельно уложить трубы, радикально дешевле и, кстати, быстрее, чем строить как бы трубопровод с нуля. Поэтому если будет поставлена задача расширения силы Сибири, мне трудно оценить в цифрах, насколько это будет дешевле строительство с нуля. Но та же техническая дорога и частично спрофилированная трасса радикально облегчит прокладку следующей нитки. Поэтому тут и, скорее всего, это потребует заметно меньших средств, чем уже потрачено. Но другой вопрос, что, в общем-то, то месторождение, которое является базовым для силы Сибири, насколько там велики реально возможности увеличения добычи. Потому что есть довольно скептические оценки уровня добычи и месторождения. Главное, захочет ли Китай покупать в результате столько, чтобы нужно было две ветки? Да, Китай, кстати, совсем не горел в общем согласился строительство силы Сибири после очень длительных и тяжелых переговоров. Китай не испытывал большого энтузиазма. Мало того, географически именно это направление, где проходит силу Сибири, для Китая не самое оптимальное с точки зрения потребления газа. Поэтому добиться согласия китайской стороны будет легко на увеличение объема. Довольно сложно. Коллеги, помимо увеличения объемов, еще вот в сторону технической реализации очень интересен вопрос импорта оборудования. Ведь всем известно, что оборудование для газопроводов довольно затратное и аналогов в России и Китае, насколько я понимаю, не так-то много, либо они вообще отсутствуют. Если у вас экспертиза и обратная связь по оборудованию, то есть если мы представим, что у Газпрома есть время, есть деньги и есть политическая воля у страны на то, чтобы переориентировать поставки, то что делать с оборудованием, которого нет? Либо оно есть? Ну, если говорить об оборудовании, есть хороший, красивый исторический пример, который, на мой взгляд, вполне реально использовать для прогнозирования, что может случиться с оборудованием. Когда СССР только построил, только начинал даже разворачивать строительство газопроводов в рамках контракта века, газоперекачивающие станции тоже были западного производства. И после этого, уже частично реализовав проект, произошло очень сильное похолодание международных отношений после ввода советских войск в Афганистан. Прямо вот сильно ужесточилась политика и философски, конечно, масштабы современные, наверное, некорректно сравнивали, но тоже санкционный режим был резко усилием, применительным как СССР. И на некоторое время газоперекачивающие оборудования, как и оборудование для сжижения газа, там довольно много расходных материалов. Они нуждаются в расходниках, в обслуживании, это не так просто. Плюс это турбины, а турбины требуют определенной компетентности и без доступа к некоторым расходникам эксплуатировать просто невозможно. И возникла проблема. Плюс у турбин есть, у расходников есть определенный ресурс. Более-менее понятно, как скоро потребуется новый, какой запасник есть на складе и, соответственно, сколько оборудование может проработать. И тогда была поставлена задача, причем в советском стиле, очень жестко по срокам, импортозаместить любой ценой. Надо отдать должное в общем-то получилось. Но, опять-таки, что значит получилось? Отечественное оборудование, оно, кстати, существует в принципе с определенными хлопотами и затратами, агрегаты менее мощные, поэтому придется ставить больше, у них заметно короче межремонтный ресурс и у них более высокий расход топлива, менее эффективный но в принципе работать будет. Поэтому, если будут сложности с поставленными агрегатами, ценой более хлопотливого обслуживания, меньше энергетической эффективности, отечественное оборудование очень-то с задачей справится. Но, опять-таки, оно справится ценой более высоких эксплуатационных расходов. Соответственно, на общую прибыльность проекта это тоже повлияет негативно. Насколько, опять-таки, я не знаю, насколько корректно в 80-х годах параметры экстраполировать на современность, то есть в цифрах сложно сказать, но в принципе важно понимать, что если действительно нам откажутся поставлять, то наше оборудование с задачей справится. Но отличие будет такое же, как примерно между москвичом и мерседеском. То и то машина едет, управляется похоже, но качество немножко раз. Будем верить в российский автопром и в то, что он сможет нормализоваться. Я думаю, что перспективы есть. Николай, вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, мы знаем все, что Газпром оперирует долгосрочными контрактами на поставку и по всей видимости цены на долгосрочных контрактах значительно ниже, чем на спотовом рынке. Ну, это наверняка известно. Наверное, они колеблются от 200 до 400 долларов за кубометр, в то время, как на рынке цена около 1700 долларов. Кажется ли тебе, что идея с долгосрочными контрактами, которую проталкивал Газпром, она немножко себя не оправдывает? Либо же, может быть, долгосрочные контракты это именно то, что создает некий временной лаг для Газпрома для того, чтобы переориентироваться на другие рынки. Как ты считаешь? Ну, я считаю так, что, ну, во-первых, спотовый контракт, долгосрочный контракт не есть контракт с фиксированной ценой. Это контракт с некой формулой определения цены, который зависит от некоторых параметров. Поэтому, это тоже такая вещь не совсем жестко привязанная. Скажем, в начале этого года, вот, по нашим оценкам, стоимость поставки газа в Европу Газпрома под долгосрочным контрактом составляла порядка 600-700 долларов за тысячу кубонетров. то есть, это не при этом цены сплатовых контрактов они были в несколько в разы больше, в 2-3 раза, но это не было там, конечно, на порядок. Конечно, представить себе, ну, это как гипотетически, можно ли представить себе, наверное, если пофантазировать, что Газпром говорит, что, ну, тогда я буду продавать, например, в 2 раза меньше, но по более низким, по более высоким ценам. Мне кажется, такая идея, она не очень как-то живая, потому что цены действительно могут и завтра тоже снизиться, сплотовые в том числе, а во-вторых, для того, чтобы это сделать, нужно просто, видимо, еще более, то есть, инвестировать гораздо большее средство уже теперь в средства, в оборудование и в инфраструктуру для отгрузки сжиженного газа. Ну, вот, Газпром, например, плотно работал с компанией Линда, насколько я знаю, то есть, Линда подряжалась оборудовать завод по сжижению природного газа в услуге, контракты были на заключение, на различные работы на Амурском газоперерабатывающем заводе, на Амурском газохимическом комплексе, сейчас эта компания уходит. То есть, наверное, в течение какого-то времени, можно действительно заместить это оборудование на оборудование российского производства, на оборудование, может быть, китайского производства, если, опять же, та сторона решит поставлять это и не побоится каких-то вторичных санкций. Но, в любом случае, эта история, это совсем другой рынок, и эта история дорогая и долгая. Я не очень, вернее, я совсем не верю в том, что Газпром сможет значительно увеличить долю своих поставок на рынке жижного газа. Это мы сейчас не говорим о том, что есть еще сложности с перевозкой жижного газа. Я только сегодня буквально прочитал новость о том, что правительство Германии арестовало три газовоза, которые принадлежат компании «Газпром Германия». Это компания, которая фактически национализирована, формально она, видимо, числится еще за «Газпром», но фактически ей уже управляет правительство Германии. То есть, здесь встает вопрос перевозки, здесь встает вопрос страхования таких грузов, поэтому я не думаю, что это рабочий сценарий. Хорошо. Спасибо тебе большое. Вот ты заговорил про жиженный газ. Я вот думаю, может быть, если Федя не фанат «Газпрома», то, может быть, Федя Иванов фанат компании «Новотек», которая бравирует с жиженным газом. Вот немножко сейчас уйдем от темы «Газпрома», буквально на две минуты, потому что не совсем понятно, какие альтернативы у частного инвестора. Если не «Газпрома», идей в нем нет, или если они ослабли, то так может быть «Новотек». Компании все переоценились, в стоимости немножко упали. Федя, что ты думаешь про другие компании, которые занимаются газом? Кого бы ты выделил, на кого бы ты обратил наше внимание? «Газпрома». Знаешь, СПГ так транспортируют в основном. Это, естественно, морские перевозки. И сейчас, когда Россию исключили, запретили страховать российские суда в Великобритании, где, собственно говоря, можно сказать, страховой центр морских перевозок, эти суда просто не будут пускать в огромное количество территориальных вод, которые принадлежат государству, не будут их запускать в порты. Потому что, если что-то произойдет, то разлив, столкновение или еще что-то, то они не будут верить какой-то другой страховой компании, которую, даже если создадут у нас где-то в России, ей не будут верить, естественно. Потому что, ну, кто знает, заплатят или не заплатят. Есть, условно говоря, надежная международная страховка. Вот, ей мы доверяем. А с остальной мы работать не будем. Поэтому у компании могут быть огромные проблемы. И даже, я думаю, это наверняка не единственные. Тут, наверное, мне Николай сейчас поможет. Но даже котировки акций, при том, что они последние пару-тройку лет ходили с Газпромом прямо рука об руку вместе с ценами на газ, вот сейчас был спред очень серьезный в котировках, когда Газпром рос на новостях о дивидендах, а новотек болтался где-то внизу. Вот, может быть, почему новотек плохо или хорошо еще как раз-таки Николай расскажет. Ну, я, наверное, замечу то, что новотек всегда оценивался, ну, основное замечание против приобретения новотек всегда все говорили, она слишком дорогая. Потому что компания оценивалась, исходя из некого будущего роста. То есть, действительно, планировался будущий рост, планировались объемы, увеличение объема поставок. под это компания планировала значительный флот, газовозный флот. То есть, инвесторы, входившие в новотек, входили, покупали некое светлое будущее. Теперь это будущее, оно как-то поблекло и как-то уже не выглядит таким светлым. Поэтому и акции новотека сильно упали. Тем более, у них есть еще такая проблема, как действительно вот эта транспортная инфраструктура. Планировалось строительство флота газовозного и в России, и в Южной Корее. Помогите, Samsung планировал ползаконтракт. Сейчас с этим непонятно. И действительно непонятно со страховкой. И пусть это ли были тогда еще как раз где-то в марке в апреле новости о том, что газовозы новотековские где-то стоят даже не на рейде, а где-то там в море, в океане и их не пускают. Ну, то есть вот пока с этим, пока, видимо, проблема вот эта не разрешится, никакого там оживления какой-то инвестиционной, даже такой формальной инвестиционной привлекательности новотека я, честно говоря, не ожидаю. Коллеги, вы прям сегодня блещете оптимистичным настроением по отношению к российским эндергоэносим. Да, Сергей, с удовольствием. Давайте пообщаемся. Дело в том, что когда я говорил об оборудовании, я имел в виду прежде всего газоперекачивающие агрегаты для трубопроводов. Но ситуация с оборудованием для сжижения газа еще гораздо более драматична. На сегодняшний день имеется аж одна скорее экспериментального характера отечественная линия, ее для эксперимента сделали, и официальных сообщений ее эффективности нет, но неофициальная, довольно распространенная, кстати, кругу специалистов, что эффективность, мягко говоря, не очень высока. Соответственно, как только будет выработан ресурс до первого ремонта, который требует доставку оборудования к изготовителю, у нас есть кейс с газоперекачивающим агрегатом от Северного потока-1, который в Канаду поехал, а обратно пока вернуться у него не получается. из-за санкционных ограничений. И, соответственно, к сожалению, довольно велика вероятность, что подобного рода проблемы распространятся и на оборудование для сжижения газа. И если отечественные газоперекачивающие агрегаты существуют, есть возможность их производить, то оборудование для сжижения газа пока скорее носит экспериментальный характер, существует аж в одном экземпляре, поэтому там по мере выработки ресурса агрегатов ситуация будет гораздо более драматична, чем с перекачкой газа. Не знаю, есть надежда на Китай, но надежда пока не подкреплена практикой, потому что пока даже те китайские поставщики правда из других сфер, из других секторов, которые традиционно селены на российском рынке проявляют мягко говоря очень большую осторожность и в общем-то пока воздерживаются от новых контрактов. Они исполняют старые контракты, а новые контракты пока поставили на паузу и ждут каких-то изменений. Поэтому во всех проектах, которые базируются на поставку жиженного газа, есть очень большие технические риски, связанные с оборудованием. Причем эти риски пока не поддаются даже разумной оценке. Недавно была новость о том, что Baker Hughes прекращает обслуживание абсолютно всех российских СПГ-проектов, то есть отзывает всех своих инженеров, включая как раз-таки проекты Новотека. Хорошие перспективы, мы продолжаем парад хороших новостей. И знаете, есть послед... У меня осталась небольшая группа вопросов, касающаяся Газпрома и энергосектора. Наверное, один из важных вопросов – это вопрос о финансировании. Газпром – довольно большая компания, капиталоемкий бизнес, который привлекает средства под свои большие проекты, в том числе, по-моему, и под Северный поток привлекали, и под Силу Сибири, и под остальные. И не совсем понятен вопрос, если не хватит денежного потока, но добыча уже падает, цены выросли значительно, но продают долгосрочно по низким. В контрактах прописаны другие цены, значительно более низкие, чем спотовые. Если финансирования Газпрому не хватит, представим такую ситуацию, то откуда финансирование возьмется? Это будет кредитная линия российских банков, это будет китайское финансирование или декапитализация от государства? Коллеги, как вы считаете? Открытый вопрос, поделитесь, пожалуйста, мнением. Ну, если позволите, я тогда выскажу свою точку зрения. Я думаю, что связка между государством и Газпромом, она всегда была очевидна, понятно, что она существовала, и нынешняя ситуация, когда фактически прибыль Газпрома отправилась в государство в виде увеличения налогов на добычу полезных ископаемых, это только показывает. То есть, скорее всего, Газпром еще более жестко будет привязан к выполнению государственных задач, ну, собственно, всегда, наверное, это и было, и финансирование его деятельности будет вестись уже совместными усилиями, то есть, если понадобится, то есть, если что-то государство забирает, то для своих целей, скорее всего, оно будет при необходимости финансировать Газпром. В этой ситуации я, честно говоря, не очень, я совершенно не вижу в такой системе приоритетов, когда государство фактически с Газпромом уже ассоциируется чуть меньше, чем полностью, приоритет роста акционерной стоимости, то есть, зачем это нужно? привлечение сегодня денег в Газпром от кого? От инвесторов, это не те ресурсы, то есть, что выплачивать дивиденды, тратить на это деньги, тратить деньги на создание инвестиционной привлекательности, то есть, было, если уж возвращаться действительно к советским временам, было министерство газовой промышленности, газодобывающей, но вот Газпром фактически сейчас и будет выполнять, наверное, такую роль. Роль министерства. Да, министерство дивиденды не платит, министерство выполняет задачи поставленные. Хорошо, что это вторая, одна из крупнейших, точнее, акций на российском фондовом рынке, куда инвестируют частные инвесторы, хорошо, что все мы инвестировали в министерство. Ну, еще и Сбербанк, который тоже, видимо, с определенными аллюзиями в прошлое. Нет, это скорее такая изберкасса, она тоже дивидендов не платила. Хорошо. Коллегио, есть небольшой блок Блиц-опроса, который остался впереди, буквально три вопроса каждому по одному. Прежде дадим небольшое задание нашим слушателям. Мы надеемся, что, дорогие слушатели InvestFuture, подписчики, внимательно изучают финансовую отчетность компании перед их покупкой. Поэтому есть небольшое задание. Существует гипотеза о том, что, помимо политической, политической воли и экономических причин, решение о выплате или не выплате дивидендов могла повлиять политика или условия выпуска бессрочных облигаций компании Gazprom. И найти информацию о бессрочных облигациях можно в финансовой отчетности компании Gazprom за 2021 год. Поэтому тем из вас, у кого есть много свободного времени в качестве домашнего задания, рекомендуем изучить примечание 28 к финансовой отчетности за 2021 год, в котором и прочесть информацию про бессрочные облигации. Если найдете там слово дивиденды или свяжете дивидендную политику с ними, то пишите в комментариях, кстати, родится ли у вас на этой основе какая-то гипотеза. А у нас небольшой блиц, в нашем блице всего три вопроса. Первый вопрос Федя Иванова. Федя, подскажи, пожалуйста, считаешь ли ты, что Сечин лучше Миллера? Ты знаешь, как спасить, считаешь ли ты, что Че Гевара лучше, чем Фидель Кастро или какой-то такой вопрос. Это к тому, что Роснефть выплатила дивиденды, да? Конечно. Ну, откровенно говоря, мне кажется, масштабы Газпрома более серьезные, чем Роснефть, потому что фактически Газпром, мы можем говорить что-то там про Новотек, но все мы понимаем, что Газпром это единственная газовая компания в стране, а нефтяных компаний много. И на самом деле не знаю, насколько действительно, что у Миллера, что у Сечина есть какая-то свобода действий в том, как они ведут бизнес и так далее. Но в любом случае у Роснефти бизнес-диверсифицирование, именно если брать текущие условия, когда Запад отказывается, то есть он пострадал гораздо меньше, чем многие другие нефтяные компании. У него как раз таки, насколько я помню, очень значительная доля Китая в структуре выручки. Вот, поэтому лучше, не лучше, я не знаю, я с ним не знаком, но Роснефть сейчас, возможно, в ближайшем будущем будет чувствовать себя лучше, чем Газпром. Федя, спасибо за мнение. Следующий вопрос Николаю. Николай, вот смотри, тут случилась история с дивидендами у Газпрома, а мы знаем еще одно страдание на рынке и страдание про дивиденды, это компания ВТБ, мы то ждем от них дивиденды, то не ждем, то префы, то бычки, в общем, все инвесторы уже давным-давно запутались, и не случится ли с Газпромом ровно то же самое, что с ВТБ, не будет ли такая аллегория, что Газпром только обещает, но ничего не платит? Ну, ВТБ прославился, наверное, в первую очередь народным IPO, на прошлой неделе мы с тобой слышали сочетание, словосочетание народной IPO в одной из соседних с Россией стран, каждый раз вот эта аналогия, она меня заставляла немножко вздрагивать, ну, я уже сказал свое мнение относительно приоритетов, как мне видится приоритетов Газпрома, в котором рост акционерной стоимости точно не стоит на первом месте, возможно, в этом он совпадает с моим видением приоритетов ВТБ, у которого у банка уже в течение длительного времени, то есть их размещение на народном IPO это был пик их по-моему самая максимальная стоимость в которой существовали эти акции, дальше это было в основном в целом снижение с небольшими пиками вверх, вот, но мне кажется, что разница все-таки есть, у Газпрома есть реальный товар, реально нужный товар, который ценится на рынке на международном, на российском, это газ, это энергия, у ВТБ такого товара нет, поэтому я думаю, что, конечно, если ВТБ на мой взгляд имеет возможность, имеет шанс вообще утратить какую-то самостоятельность и, не знаю, действительно слиться с каким-то другим банками, моя тоже такая гипотеза, то Газпром, наверное, все-таки останется крупным игроком, но с очень, с очень такими сложными условиями функционирования, и это все-таки глобальный игрок, и он будет оставаться глобальным, несмотря на то, что с ним происходит сейчас. Ну, это означает, что, возможно, рыночная конъюнтура на них влияет больше, чем на ВТБ. Сергей, к вам последний финфикрайний вопрос нашего интервью, вопрос весьма провокационный. Почему, на ваш взгляд, российский фондовый рынок ждет взлет, а не падение? Ну, когда произошли вот те события, которые сильно изменили российскую экономику, российский фонд, в том числе, естественно, первое, что стали делать, искать какие-то аналоги. К счастью, некая философски похожая аналога известна, и все обратили внимание на тегеранскую биржу, на динамику ее индекса, по всему процессу, которые там до 24 февраля 2022 года особого интереса к Ирану, в общем-то, не было. Не очень большая экономика, четыре десятилетия под санкциями, но вот феномен иранского фондового рынка внушает определенный оптимизм. То есть страна находится под санкциями, санкции довольно жесткие, страна заметно меньше России, менее диверсифицированной, чем у России, экономикой, то есть им тяжелее дается такой санкционный режим, но тем не менее там довольно развитый фондовый рынок, процент населения, которое присутствует на фондовом рынке, заметно больше, чем Россия. И, в общем-то, до пандемии, если посмотреть на динамику фондового индекса, она внушила оптимизм. Иранские акции позволяли иранцам зарабатывать на портфельных стратегиях, даже в учетах, с учетом высокой инфляции в Иране и так далее. Поэтому весьма вероятно, что, поскольку история действительно довольно часто повторяется, увы, недословно, повторяется, но недословно, то весьма вероятно, что мы увидим нечто подобное, что в условиях достаточно жестких санкций ограничение выхода россиян на международные рынки, у нас множество негативных примеров в последнее время, причем довольно сильное ограничение не только связанное с решениями российского регулятора, но и с практикой инвесткомпаний западных. Мягко говоря, россиян не жалуют, я так обтекаемо выражаюсь, и жесткость этого процесса тоже разная в разных странах, но тем не менее. И в этих условиях волей-неволей значительная часть средств россиян как частных инвесторов окажется на фондовом рынке. Обычно массовый приток инвесторов ведет к тому, что на рынке формируется какой-то восходящий тренд. Насколько этот тренд будет большим, насколько он будет устойчив, как долго он продлится, тут вопросов больше, чем ответов. Потому что я помню наш российский фондовый рынок с самого начала с бумажных ваучеров, застал времена, когда акции были бумажные, довольно тяжелые, феноменал-то был небольшой, поэтому я помню, как сумки с акциями было тяжело перетаскивать, когда они еще были документарные. Так вот, иностранцы всегда играли большую роль на российском фондовом рынке. Сейчас они заморожены в бумагах, в состоянии, необычном, кстати, находятся. Соответственно, динамика российского рынка сейчас и динамика его же раньше отличается сильно. Но мне кажется, что нечто философски похожее на динамику иранского фондового рынка мы увидим. По крайней мере, на некоторое время. По крайней мере, до тех пор, пока процент населения, так или иначе участвующего в биржевых торгах, не приблизится к такой же цифре, допустим, в Иране. Дальше многое будет зависеть от динамики, динамики экономики, потому что на длинном горизонте, философски, если посмотреть, на любой биржевой индекс на длинном горизонте, с высоты даже не лет, а пяти лет, то это, в общем-то, барометр экономики. То есть, когда экономика идет вперед, растет фондовый рынок. Если экономика по чечайне топчется на месте, на фондовом рынке широкий боковой рынок. Поэтому совсем в дальнее будущее заглядывать тяжело и, наверное, еще даже рано, а вот на каком-то среднесрочном горизонте, ну, скорее всего, иранский сценарий у нас повторится. Так что... Спасибо большое, Сергей. Вот специально на оптимизме-то и хотелось закончить, на оптимистической ноте. Благодарим всех слушателей за внимание. Коллеги, благодарю вас за то, что присоединились сегодня к эфиру, к тому, что мы так предметно и обстоятельно обсудили ситуацию в «Газпроме». Общий вердикт, конечно, пессимистичный, но будем наблюдать за рынком дальше. Сергей, большое спасибо. Федя, Николай, с вами было очень приятно пообщаться. Желаю удачи и дивидендов всех нам безусловно в будущем. Всем спасибо, всем до свидания. Спасибо. Всего доброго. Ну что ж, друзья, надеюсь, что вам понравилась беседа. Если это так, не забывайте ставить лайк, поддержите ребят, подписывайтесь на канал «Инвестфьючер», нажимайте на колокольчик, ну и, конечно, пишите в комментариях вашу точку зрения, как вы думаете, что будет с «Газпромом» дальше и насколько эта компания заслуживает места в наших инвестиционных портфелях. Очень жду ваши развернутые мнения, потому что вы знаете, что именно в дискуссии истина и рождается. Спасибо вам за внимание от всей нашей команды и до новых встреч. С вами были «Инвестфьючер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ИНИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...